У нас в гостях Марина Полковникова. Марина, расскажите, пожалуйста, пару слов о вашей компании, как она называется и на чем вы специализируетесь. Моя компания называется VMC Retail. Мы оказываем услуги в сфере фэшн-индустрии, именно в ритейле. Мы разрабатываем дизайн-концепции магазинов, проектируем магазины, занимаемся визуальными мерчендайзингами, оформляем витрины. Марина, скажите, пожалуйста, не могу вас отпустить без важного вопроса, какие тренды и тенденции были в 2019 году? Ключевыми трендами в 2019 году я считаю оцифровка визуальных коммуникаций внутри точки продаж, внедрение площадок интернет-магазинов внутри офлайн-магазинов и переформатирование офлайн-магазинов. То есть все больше ритейлеров обновляют свои концепции под нового клиента, под нового потребителя, потому что современные потребители сильно отличаются от того, что было ранее. И те, кто еще не изменился, и у них есть еще два года минимум, для того, чтобы поменяться, иначе они просто умрут, к сожалению. Но рынок диктует свои правила. Марина, скажите, пожалуйста, какими целями вы приехали на выставку CPM? Я ежегодно принимаю участие на этой выставке в роли спикера. В этом году решила сделать паузу, так как в декабре стала мамой во второй раз. И сегодня я приехала для того, чтобы встретить своих друзей, коллег, посмотреть, что и как представлено на рынке в отношении именно фэшн-направления, какие интересные новые марки присутствуют на площадке, и какие тренды будут озвучены сегодня на площадке Russian Fashion Retail Forum. На ваш взгляд, какие тренды и тенденции нас ожидает в 2020 году? Да, год только начался, но, может, какие-то уже есть наметки? Да, есть несколько направлений, которые подтвердили и задали самая крупная выставка Еврошоп, которая проходит раз в три года в Дюссельдорфе. И несколько направлений я озвучу. Первое – это экологичность во всем, что присутствует в офлайне. Это и в дизайне интерьеров, в упаковке, в использовании торгового оборудования и все, что с этим связано. Второе – это некое такое озеленение. То есть мы можем все чаще наблюдать в торговых пространствах использование искусственной натуральной зелени для того, чтобы клиенты чувствовали себя максимально расслабленно и как бы на природе, я бы так это назвала. Третье направление, которое я бы выделила, это некая близость между магазином и клиентом. То есть коммуникация сблизилась, и сейчас идет время больше клиента. То есть мы должны четко понимать его потребности, удовлетворять, потому что конкуренция, понятно, она очень высока. И для того, чтобы отстраиваться, важно четко понимать свое целевое ядро. Поэтому 2020 год и ближайшие три года ключевое направление будет именно изучение своего целевого клиента. С нами была Марина Полковникова. Марина, спасибо вам огромное.